Красный перец ускоряет обмен веществ в организме, что позволяет сбросить пару лишних килограммов. Также, если вы пожуете жгуч овощ, то прочистите носовые пасухи. Если хотите извлечь из него максимум выгоды, ешьте настоящие чили и старайтесь не употреблять в пищу острые соусы. В бобах полным-полно растительного белка, который насыщает организм и надолго избавляет от чувства голода. Кстати, знали ли вы, что 6 января в США празднуется Национальный день бобов? В горохе содержатся питательные вещества, которые уменьшают вздутие живота. В следующий раз, когда будете готовить соус для пасты, добавьте в него банку гороха. Около ста лет назад жареный нут использовался в качестве заменителя кофе. Фу. Однако всего одна горсть этого растения способна укрепить иммунную систему и помочь вам похудеть. Тыква невероятно полезна, ведь в ней больше клетчатки, чем в кино, и больше калия, чем в бананах. Тыквенная столица мира – американский город Мортон, штат Уренойс. Но не забывайте и о семенах. В горстке тыквенных семечек столько же белка, сколько в вяленой говядине. К тому же в них есть клетчатка и цинк. Тунец полон чистого белка и омега-3, которые полезны для глаз, мозга и сердца. Также эти элементы способны помочь избавиться от жира на животе. Лосось тоже отличный вариант для тех, кто хочет похудеть. В нем содержатся витамины D и B6, хороший жир и большое количество минералов. Считается, что D и B6 помогают уменьшить стресс и поднимают настроение. Видите? Соленые огурцы состоят из большого количества воды, уксуса и клетчатки, и в них почти нет калорий. Также кислые продукты, такие как уксус, помогают организму эффективнее и быстрее сжигать углеводы. Маринованные огурцы издавна использовались для укрепления здоровья. Египетская царица Клеопатра была уверена, что именно благодаря им она так хорошо выглядит. Кто бы мог подумать, что картофель помогает бороться с жиром на животе. Он наполнен витаминами, минералами, клетчаткой и большим количеством калия. Также он очень легко усваивается. Главное, не есть картофель фри на завтрак, обед и ужин. Хотя в такой картошке, наверное, не так уж много картофеля. Греческий йогурт содержит пребиотики, которые повышают иммунитет и помогают нормальному функционированию кишечника. Также он препятствует вздутию живота. Лучше всего делать выбор в пользу простого и не сладкого йогурта. Эй, вам же не приходит в голову съесть горст сахара, когда вы пытаетесь похудеть? Если после обеда у вас остается немного йогурта, попробуйте сделать маску для лица. Только не забудьте потом ее смыть. Также к полезным и довольно популярным продуктам для похудения относится кефир. В целом это просто другой вид йогурта, который можно использовать для приготовления смузи. Квашеная капуста низкокалорийна, богата клетчаткой и пробиотиками. В ней также содержатся пищеварительные ферменты, которые помогают расщеплять крахмал и жир. Капуста даже способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови. Один хот-дог с квашеной капустой, пожалуйста. Нет, давайте просто квашеную капусту. В злаковых содержится большое количество пребиотиков и пробиотиков. Они питают хорошие бактерии, обитающие в нашем организме. Также злаковые содержат тонны клетчатки, которые снижают уровень холестерина и процент жира. А теперь поговорим об орехах. Миндаль, грецкие орехи и фисташки отлично утоляют голод, и благодаря им мы дольше чувствуем насыщение. Также в орехах есть аминокислоты, которые помогают сжигать жир на животе. Употребление миндаля способствует ускорению обмена веществ и эффективному похудению. Черника – враг белых футболок, зато самый лучший друг для организма человека. Это природный антиоксидант с нулевым уровнем холестерина, тоннами витамина С и меньшим количеством сахара, чем в большинстве других фруктов и ягод. Черника снабжает организм питательными веществами, необходимыми для сжигания жира. Будь то злаковая овсянка или смузи, малина любое блюдо делает вкуснее. В ней много клетчатки, которая помогает избавиться от токсинов и вздутия живота. В малине еще меньше сахара, чем в чернике. Магний и калий в бананах помогают быстрее переваривать всю соленую пищу, которую вы так аппетитно уплетали прошлой ночью. Да-да, я все видел. Бананы – идеальный продукт перед тренировкой, ведь калий помогает нервам и мышцам нормально функционировать во время бега, плавания и работы с весами. Немного оливкового масла дарит ощущение сытости и позволяет есть меньше. Вы можете просто выпить ложку масла или положить ее в салат, поджарить овощи или даже использовать в качестве увлажняющего крема. Кроме того, оно обладает противовоспалительным действием и богато антиоксидантами. У оливкового масла тоже есть национальный день – 1 июня. Яйца – невероятно ценный продукт. Они богаты белком и содержат полезные ненасыщенные жиры, а также большое количество витаминов и минералов, которые укрепляют иммунную систему и улучшают зрение. Конечно, главное все же не переедать, чтобы не начать набирать вес. Чечевица богата растительным белком, который дарит нам чувство сытости на долгое время. Любите чечевицу? Отправляйтесь на национальный фестиваль чечевицы в Пулменя, штат Вашингтон. Рафинированные крупы способствуют набору веса, а вот цельнозерновые идеально подходят для похудения. Все потому, что цельные зерна помогают сбалансировать ежедневное потребление натрия. Почаще делайте выбор в пользу коричневого риса, фаро, цельнозернового хлеба и макарон. Поверьте, вы не пожалеете. В кино содержатся все незаменимые аминокислоты. А это значит, что эта крупа является полноценным источником белка. Не забывайте про клетчатку и другие необходимые питательные вещества. И вы поймете, почему кино называют «матерью всех семян». НАСА даже предложило использовать крупу в пищу во время длительных космических полетов. Натрий вызывает вздутие живота, но тут вам на помощь придет шпинат. В нем содержится столько же омега-3, сколько в капсуле рыбьего жира. А еще он богат антиоксидантами. Все эти компоненты помогут вам похудеть и улучшить память. Возможно, вы даже вспомните про день рождения лучшего друга. В тарелке капусты кейл содержится всего 30 калорий. Поэтому можно сказать, что это отличный продукт для похудения. Кроме того, в том же количестве содержится столько витаминов А и К, что вы запросто закроете необходимую суточную норму потребления. Цветная капуста, брокколи и брюссельская капуста очень низкокалорийны. А также в них содержатся так называемые фитонутриенты. В прошлом году среднестатистический американец съел чуть больше 2,5 кг брокколи. Однако, если хотите похудеть, придется съесть гораздо больше. Как известно, ежедневные употребления авокадо способствуют уменьшению объемов талии. Это один из самых вкусных суперпродуктов. Плод насыщен питательными веществами и полезными жирами, а также снижает уровень плохого холестерина в организме. Можно делать гуакамоле, класть авокадо на хлеб, добавлять в салаты. Некоторые марафонцы даже берут авокадо с собой на забеге, ведь он придает больше сил, чем любой протеиновый батончик. Если вы проснулись с ощущением вздутия, съешьте пару помидоров. Помните, что вздутие живота происходит от употребления слишком большого количества соли, поэтому все продукты, которые содержат в себе много воды, подойдут для борьбы с недугом. Цитрусовые. Это тройной удар в борьбе с жиром на животе. Калий помогает бороться со вздутием, а антиоксиданты с воспалением. Более того, в цитрусовых, равно как и в помидорах, содержится большое количество воды. Все цитрусы отличаются друг от друга. Грейпфруты помогают очистить кожу. Лаймы снабжают организм витамином С. А крошечные клементины просто невероятно вкусные. Не забывайте добавлять в блюда побольше трав и специй. Чем насыщеннее будет еда, тем меньше соли придется добавлять. И дело не только во вкусе. В корице, имбире, чесноке и каенском перце содержится очень много полезных веществ. Продолжение следует...